Дамы и господа, в эфире Маунт-шоу с Даниэлем Кайгермазовым. Добрый вечер, в эфире Маунт-шоу и я его ведущий Даниэль Кайгермазов. Почему Маунт-шоу? Да, потому что нам с гор ведь не. Ну что ж, дорогие мои, сначала по новой традиции российские новости. Поехали. Ведомости. Ростелеком дал еще один шанс провальному поисковику спутник, выделив на его развитие 260 миллионов рублей. Напомним, в 2014 году Ростелеком запустил поисковик и одноименный браузер спутник, который, однако, за прошедшее время не обрел широкой популярности. По данным LiveInternet, у спутник.ру нет даже одного процента поискового рынка Рунета. В мае этого года его решили закрыть. Первоначальные инвестиции в проект составляли около 20 миллионов долларов. Окей, спутник, где деньги? Какая-то цифровая версия Зенит-Арены. ПРОВАЛЬНОМУ. Это он для нас провальный, а для кого-то очень даже прибыльный. Шанс. Стоишь так над покойником и говоришь ему, «Эй, вставай, мы тебе дали еще один шанс». Да выбросьте вы его на дно океана, к остальным 19 спутникам. Ибо что мертво, снова умереть не может. То, что мертво, умереть не может. Впервые о существовании спутника я узнал в мае, когда объявили о его закрытии, вбухав 20 миллионов долларов. Ну, мы тогда все вместе с вами позлились и забыли. Благополучно. Теперь снова узнаю о его существовании. Точнее, о его безнадежной реанимации, благодаря 260 миллионам рублей. Вопрос. Этот спутник еще что-нибудь умеет искать и находить, кроме бабла? Дальше. Суд приговорил Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима. Также стало известно, что психологи СИЗО побеседуют с Улюкаевым, чтобы определить, с кем его поселить в общей камере. Будут искать безопасных сокамерников. И объявят на телевидении новое реалити-шоу под названием «Кто хочет в камеру с Улюкаевым?» И тут заключенные офигели. А че так можно было? А вам не кажется, что ваше место возле парашей? Уверен, Улюкаев попросит психологов подселить к нему сейчина. И колбасы побольше. В любом случае, это величайшее жертвоприношение перед выборами. Вытянул короткую спичинку. И знаете, как ни странно, все довольны. За исключением некоторых особо одаренных либералов, для которых пофиг, освободили или посадили. Все равно будут недовольны. Ну, одно точно. Ничего себе за колбаской сходил, подумал Улюкаев. Алексей Улюкаев намерен писать стихи в камере, сообщила посетившая его зампредседателя общественной наблюдателя комиссии Москвы Ева Меркачева. Я начинаю переживать. Потому что где-то я это уже слышал. Осталось еще клип снять. Ну, типа тапочек. Только в его случае корзинка с колбасками. И картины маслом рисовать. Нет, жиром от сарделек. И все, свобода обеспечена. А там уже и на гастроли можно с Васильевой по стране аншлаги собирать. Да. Да чего же талантливыми становятся наши чиновники, когда их сажают на нары. Чакры поэзии раскрываются. ТАСС. Алексей Улюкаев может быть освобожден от наказания по состоянию здоровья. Об этом ТАСС сообщил источник в судебной системе. Ээээ, куда? Это очень некрасиво получается. Он еще не успел стихи написать и картины нарисовать. И уже на свободу. Постыдитесь народа. Дайте хоть одну строчку ему написать. Надо же. Болел, а работал водолазом. Дно искал. И казалось бы нашел. И остался там на 8 лет. Но что-то пошло не так. Так может это вместо него мутко? Вместо зрелищ на Олимпиаде хоть на мутко, СИЗО и АДУ посмотрим. Чем не зрелище? Ре-новости. Житель Красноярского края не смог оформить ипотечный кредит. Так как по документам числился на том свете. Мужчина обратился в полицию, чтобы доказать, что жив. Позднее выяснилось, что в покойники его записали в местном управлении УФМС. Сайт которого был взломан весной. Бывают сбои в программном обеспечении. В этом году два раза отключали свет в Красноярске. Заявили в отделе по вопросам миграции. Вспомнилась личная история. Когда я позвонил в электросети и спросил у дамочки, когда же наконец-то дадут электричество. На что получил ответ. От отключения света еще никто не умер. Ждите. Выкуси. Мужик, это походу был знак свыше. Не бери ипотеку. Да, хорошая миграционная служба. И конкурсы интересные. Точнее сбой. Страшно жить в Красноярском крае. Из-за отключения света можешь попасть на тот свет. Ну, по крайней мере, по бумагам. Представитель совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб незаконно проник на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, представившись журналистом. А он рассказал главе государства о проблемах в отрасли. В частности, о том, что принимаемые законы и подзаконные акты не дают развиваться перерабатывающим производством. Затем директор рыбокомбината передал Путину 400-страничный план выхода из сложившейся ситуации. Но я хочу, чтобы это все развивалось. Мы хотим соединить себя в Маркуте. Мы хотим соединить Дальний Восток. Мы знаем, что делать. Мы ходим по кругу. Я вас обманул. Я не журналист никакой. Я случайный журналист. Я председатель совета директора Мурманского рыбокомбината. Мы фактически... Это плохо. Плохо, это согласен. Согласен, согласен. Плохо. Потому что мы 3,5 года землю жуем зубами. Мы рвемся для того, чтобы выжить. И мы знаем, как выжить. Мы знаем, как вернуть дальневосточную рыбу. Что рыба по 52 рубля с Дальнего Востока будет по 80 рублей продаваться. А не по 300. Мы даже довели... У нас 300 рублей рыба стоит. Мы должны продавать рыбу так же, как курицу. Что у нас Артемьев говорил? Артемьев говорил, треска стоила 60 копеек, а курица 2 рубля. Сейчас курица стоит 100 рублей, а треска 300 рублей. Чего мы издеваемся над людьми? Делайте со мной что хотите. Да, я сюда пришел незаконно. Сделался журналистом и прочим. Передайте просто. Чего-то страшно за курицу стало. Ведь чиновники могут понять, как всегда. Боюсь, завтра курица будет стоить 600 рублей. И, соответственно, треска на этом фоне очень даже потешевее. Ладно, вы знаете, шутить здесь особо не на чем. Но тема очень важная. И одно точно. Это был, наверное, самый лучший момент. Самый искренний. Самый живой участник конференции. Остальное все практически вода. У него, по большому счету, кто-то не за рыбу болит. У него болит за всю страну. Через призму этой рыбы. Вот такие зубы, клыки и спасут нашу страну. На таких мужиках и держится Россия. Один из лучших и интересных вопросов. А все остальное практически спам. Как на почте Mail.ru. А плохо то, господин Песков, что теперь приходится всех обманывать, чтобы президенту задать нормальный вопрос. Вот в чем дело. Дальше. Так, ладно, хватит на сегодня с домашних новостей. Отправляемся за бугор. Так сказать, за бугоровости. Поехали. В Одессе задержали 16 вьетнамцев-нелегалов, убежденных, что они находятся во Франции. Иностранцы попали в незалежную, направляя в страны Европейского Союза. Обнаружили их на частной квартире в Малиновском районе города. Организаторы нелегального канала сообщили вьетнамцам, что они уже во Франции. Миграционная служба хочет выдворить незваных гостей на родину. Ага, а сразу за Парижем находится Запорожье. Запорожье. Ну что тут можно сказать? Слава Франции. Да ладно, там полнезалежные уверены в том, что находятся в Евросоюзе. А вы про вьетнамцев говорите. Показали памятник Дюку Ришеле и все дела. В любом случае, как будет по-вьетнамски зрада? Да и зачем их выдворять? Что же вы за изверги такие? Это единственные люди, которые считают вашу Силюкляндию цей Европы. Да вы молиться на них должны. Глава МИД Незалежной Павел Климкин анонсировал серьезную порцию санкций против России. Вчера Европейский Союз продлил санкции. В феврале будет новая и очень серьезная порция санкций, поскольку они касаются активов российских олигархов, заявил Климкин. Эти только и могут чужие санкции анонсировать. Анонсисты хреновы. Не, они, конечно, могут газовую трубу перекрыть в качестве санкции, но потом кто-то эту трубу им в пятую точку засудит. В общем, напугал ежа голой задницей. Чугункин. При чем тут Россия? Нас, россиян, этим не запугаешь. Чем хуже нашим олигархам, тем радостнее нам. Это не санкции. Это подарок российскому народу на Новый год. Так что можешь делать серьезную порцию себе в шаровары. Дальше. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США добились победы над ИК, запрещенной в России организация в Ираке и Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Российская армия не прошла допинг-контроль? На сушках нашли царапины? Мертвое море, знаете, это он его убил. Десептиконы! Про них забыл упомянуть. Оптимус Трамп ты наш. Ну, знаете, уничтожение двух экскаваторов, это, я вам скажу, серьезная заявка на победу. В честь этого предлагаю вырыть второй панамский канал. И это прибалты. А вы когда объявите о своей победе, вы что тормозите? Ой, простите, не хотел оскорбить ваши национальные традиции. Дальше. По мнению экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, если суд докажет, что он агент ФСБ, то его должны обменять на украинских разведчиков. А Владимир Путин пришлет за ним самолет. Который год агенты ФСБ с агентами ФСБ не могут определиться, кто из них агент ФСБ. Самолет. Губу раскатал. Ага, сейчас космический корабль пришлем. Так он, оказывается, на крыше ждал самолет Путина. Саакашвили ответил Путину. Но не может Путин меня никак забыть. А вам не кажется не случайным, что его тезисы полностью совпадают с мыслями и терминологией банковой? Я уверен, что дело против меня и мой арест – это совместно обираться ФСБ и СБУ. Написал Саакашвили на своей странице в Фейсбук. Также он заявил, что Путин его боится. Ранее Путин во время большой пресс-конференции назвал действия Михаила Саакашвили плевком в лицо грузинского и украинского народов. Ему, походу, новый галстук подогнали. Не, все-таки надо определиться, за кого из агентов Кремля мы будем болеть. Ну, я за межвежку. Мишаня. Он меня помнит! Люди, он меня помнит! Он меня не забыл! Хохлогрузик, ну как тебя можно забыть? Ты незабываемый сказочный персонаж. Добинашка, а по поводу того, что ты плевок, ничего против не имеешь? Ну, тогда будешь Мишаня-Харчок. И кто бы мог подумать, если считаешь человека идиотом, то это означает, что ты его боишься. Забыл, наверное, как в 2008 галстук жрал и от воображаемого самолета в кустах прятался. Пустите меня! Если он меня догонит, я за себя не ручаюсь. Дальше. Майдан Бебинашки. Сторонники Саакашвили попытались захватить Октябрьский дворец в центре Киева. Идем в Октябрьский дворец. Будет штаб координационного совета, заявил политик. Протестующим удалось сломать дверь и прорваться внутрь здания, где в тот момент проходил концерт. Когда ситуация накалилась и Саакашвили понял, что внутри могут быть люди, он призвал своих сторонников покинуть Октябрьский дворец, заявив, что плана штурмовать дворец не было, и объяснил захват Октябрьского провокацией правоохранителей. После чего призвал своих сторонников двинуться маршем к Верховной Раде. Сюда пошли, сюда пошли, тут поторчали, там поорали. Классика. Штурм дворца. Прям какая-то Октябрьская революция. Залп катапульты был? Со словами Чачу Хачапури! Хачапури Чачу! Не пытался захватить дворец. Ага, он сам себя захватил. Иду мирно, никого не трогаю. И тут правоохранители, барыги, провокаторы подкинули дворец. Ну, честно говоря, я тоже считаю, что его подставили. Потому что они... Барыги! Ладно, это все фигня. Бебинашка. Где Майдан? Ведь Майдан в Незалежной, это единственное событие, когда что-то строится в стране. Ну, баррикады, сцены, палатки. Какая-никакая, но индустриализация. Я уже молчу про военную промышленность. Чего стоит производство катапульт? А дверь зря выломали. Еще один повод для Педро полететь в ООН и потрясти куском двери с трибуны. Ой, ладно, Мишаня, хватит. Ты меня достал на этой неделе. Все, что новое тебе будет, будет в новом выпуске. Только не в этом. Все, давай, пока. Друзья, спонсор выпуска – современные, неубиваемые смартфоны Доги. Поклонники старушки Nokia 3310 оценят. Самому Чаку Норису придется хорошенько поподять, чтобы хоть как-то навредить этой штуке. Роняйте, топите, кидайте, ничего с ним не случится. Только по башке никого не бейте. Смартфону-то ничего не будет, а вот контузия кому-то будет обеспечена. А еще в Доге отличное железо, сдвоенная камера и машинецкая батарейка. При этом стоят в Доге в два раза дешевле, чем модные китайские марки. 8 тысяч рублей. Ссылка в описании. В общем, на этом все. Если выпуск вам понравился, не забывайте подписываться на наш канал, на нашу страницу ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграм, Инстаграм, в Одноклассниках. Здесь информация, готовящаяся о выпусках. Ссылки в описании. Ну и, конечно, ставьте лайки, дорогие мои. Берегите себя.